Еще раз представлюсь, меня зовут Ивана Найденова, я директор в открытой квалификации, старший директор компании «Рифлей Команда» Наталья Шмидт. Ну что, хочу с вами поделиться своим счастьем, что открыла я новое звание, и хочу немножко поделиться своей историей, ну и, конечно, какими-то, может быть, фишками, какими-то, может быть, для кого-то что-то новое, кто-то для себя откроет. Компанию «Рифлей Команда» я попала по холодному рынку, то есть меня пригласила на улицу мой спонсор Наталья Шмидт, вручила мне каталог, и, в принципе, никогда не думала я раньше о том, что компания «Рифлей Команда» станет моей жизнью, моей основной профессией, скажем так, потому что до того, как я зарегистрировала в компанию, я 10 лет отработала в налоговой. И свою жизнь, в принципе, видела и представляла таким образом, что и по жизни буду дальше придерживаться того курса, который я для себя выбрала. Но так вот жизнь иногда бывает непредсказуема, и не знаешь, что в жизни поменяется, и здорово, что эти изменения произошли, произошли, я уверена, в лучшую сторону, потому что те результаты, которые я вот сейчас имею, которые я получаю, да, я горжусь, конечно, безусловно, ими. И начну с того, что зарегистрировалась в компанию я как исключительно как пользователя. То есть мне продукция нравилась, я была с ней знакома ранее, и целый год я находилась в декретном отпуске на тот момент, вот еще как-то немаловажный момент, да, что я находилась в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком, и просто гуляла с коляской, и мне хотелось получить каталог в руки, я искала, где бы мне найти людей, которые занимаются, там, где бы мне найти офис, верить свои милы, так на мое счастье попалась мне Наталья, вручила мне каталог, и зарегистрировавшись в компанию, я в год была исключительно потребителем, то есть просто брала для себя, продукция мне очень нравилась, и в один прекрасный момент, огромное спасибо моему спонсору еще раз, потому что она мне дала информацию о бизнесе, информацию о возможностях Арифлейн, и честно признаюсь, всегда об этом рассказываю сейчас на своих бизнес-презентациях, о том, что если бы я не была в декретном отпуске на самом деле, я бы, наверное, и не рассмотрела возможности компании Арифлейн вообще, потому что зачастую за своей занятостью, за своей там обыденной жизнью, которая уже достаточно налаженная, отлаженная, там, дом, семья, работа и так далее, да, мы не видим каких-то других, не замечаем возможностей на самом деле, и, в принципе, была у меня возможность на тот момент, сидя в декрете, вникнуть в это все, вот, углубиться и попробовать понять, что же здесь происходит, и что же здесь нужно делать. Как начала я работать? Начала я работать исключительно на теплых контактах, то есть у меня не было возможности приглашать посторонних людей, я сидела дома, но, знаете, как выяснилось, что по списке знакомых у меня оказалось очень большое количество людей, я начала приглашать людей в офис, где проводила бизнес-встречи мой спонсор Наталья, своих знакомых, с кем мы когда-то в жизни пересекались, то есть с кем мы учились в школе, в институте, с кем я работала, с кем мы там в роддоме лежали, и вот такие вещи, то есть люди просто шли на акцию, мы объявили акцию, и сейчас, в принципе, активно мы очень продвигаем эту акцию, называется «Подарок другу». То есть я звонила своим знакомым, приглашала их в офис за подарком, люди приходили за подарком, получали подарок в каталог, мастер-класс по уходу за руками, серии «Шведский СПА», да, наш легендарный имбирный скраб, и довольные уходили, и, в принципе, однажды мне спонсор мне сказала, говорит, «Свет, ты мне на самом деле всю статистику вообще поломала, потому что раньше статистка была такая, из 10 приглашенных там 2 регистрации, да, в моем случае из 10 приглашенных было 8 регистраций, и, в принципе, я поняла, что, ну, наверное, наверное, у меня получится, потому что со знакомыми у меня как-то очень хорошо пошло. На своем списке знакомых я до уровня менеджера 15% дошла, ну, достаточно быстро, нормально, и на этом уровне как-то, знаете, все немножко у меня как-то стопорилось. Все усугублялось тем, что ребенок маленький, возможности работать я не имела, то есть все-таки там ребенок еще достаточно мал, но в сентябре 2015 года, уже выучила наизусть я даже эти даты, у меня ребенок идет в сад, детский садик, и я начинаю активно работать в офисе, то есть рекрутировать, приглашать людей, и в декабре 2015 года я открываю занятие старшего менеджера, здесь вот где я со статуэткой Оскара, да, мне учали как прорыв в менеджерской группе, в декабре 2015 я открыла, и в мае 2016 года я закрываю звание старшего менеджера, то есть я закрываю директора в 2016 году, вот у нас такое мероприятие проходило, мне сколько лет, мне 37 сейчас, говорю, сама не верю, на самом деле, что столько лет уже, потому что в душе на самом деле как-то кажется, что тебе 20, ну максимум 25. Ну так вот, в общем, от лирики я закрываю звание директора, все как бы складывается очень там, все очень неплохо, все очень хорошо, и начинаю активно работать. И настал такой момент, что теплые контакты, они, конечно, совсем не заканчиваются, но достаточно, там 90% своих теплых контактов я отработала, что делать дальше. Вот мы посидели со спонсором моим, и вы знаете, как сегодня слушала Наталья Гришаеву, и она сказала о том, что слушайте свое руководство, и как-то мы вот очень прониклись, когда нам сказали, сделайте, и мы делаем. Нам сказали сделать, скажем так, направление в направлении wellness дегустации и в направлении серии по уходу за лицом на вейдж, казались, делали. В общем, мы очень было страшно. На самом деле очень было страшно начинать проводить wellness дегустации, потому что один из основных способов рекрутирования таких, которые сейчас у нас уже, не знаете, просто вот отточено до мелочей, это, конечно, wellness дегустации. Вот это одни из наших первых wellness дегустаций. Вы видите наполняемость. Мы очень разными способами приглашали людей на wellness дегустации. Нам вот сказать, что не было страшно, я так не могу. На самом деле было страшно. Страшно было по двум причинам. Что говорить людям, потому что я не медик, казалось, что здесь нужно как-то немножко медицинское образование, что-то еще. Я понимала, что я не медик. Это во-первых. Во-вторых, где брать детей? Вот реально, где брать детей? И мы начали вот из консультантов, из знакомых, потихоньку, потихоньку людей приглашать к нам в офис, то один человек, то два человека у нас на wellness дегустации. Хотя на самом деле все наши wellness дегустации проходят как вот, знаете, маленькое представление, маленький спектакль. То есть это вот у нас мило там на заднем плане в колпаке, в фарточке, да, у нас там тематические тарелочки. У нас всегда там различные сюрпризы сейчас уже, да. И мы вот начали потихоньку-потихоньку нарабатывать этот опыт того, как приглашать людей. Вот вы знаете, как и у любого, наверное, лидера наступает такой момент, когда вот мы пригласили одного, там, второго, третьего. Всегда было желание, вот, ну, прям на духу признаюсь вам, да. Думаю, ну вот следующее. Мы договорились, что вывод из консультантов мы проводили и проводим до сих пор в 11 часов утра в субботу. И вот так хотелось иногда, думаю, ой, ну хоть бы сегодня никто не пришел. Потому что вот как-то придет один человек, и вот не знаешь ты прям, что там с этим человеком делать. Вроде все рассказываешь. Но вот все новое, все неизведанное, она всегда немножко страшит, да, немножко страшно. И в один прекрасный момент, такой переломный, когда приглашали, мы активно, конечно, команды, то есть Наталья, я, мои ключевые, ее ключевые партнеры приглашали. Когда просто по стечению обстоятельств у людей разные проблемы возникли. Один там заболел, второй куда-то уехал, и у нас на велосипедутацию вообще никто не пришел. Вот такое было один раз. Но на самом деле, после того, как это случилось, вот во мне там, наверное, что-то щелкнуло, да, что вот я не могу сказать, что, ну что-то во мне поломалось. И очень стало активно я искать, кого же я могу, приглашала всех подряд, независимо, не стала я решать, придет человек, и я просто звали всех. Звали всех. Конечно, и мы сами совершенствовались, мы сами оттачивали свое мастерство в проведении вылоновых депутаций, свое ораторское где-то мастерство мы оттачивали, да, на каждой вылоновых депутаций, на которой даже один человек был. И, конечно, это не заставило себя долго ждать. Мы начали креативить, мы начали делать вот такие замечательные, то есть если лето, то какая-то красивая фруктовая нарезка. В общем, настолько мы творчески подошли к этому моменту, у нас всегда на каждой вылоновой дегустации, в конце вылоновой дегустации розыгрыш корзины фруктовой. Мы тоже неоднократно говорили, вот это наши благодарные победители, которые в конце вылоновой дегустации в результате розыгрыша получают эту картину. И люди начинают на самом деле, то есть, ну как сказать, земля слухами помнится, пришел один, пришел второй, там третий. И эти люди, мы всегда после вылоновой дегустации говорим о том, что приглашайте, пожалуйста, своих, приходите со своими знакомыми. И люди, которые придят к нам на вылонов и говорили, ой, нет, 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 да, то в конце дегустации от нас на самом деле не хотят уходить, потому что такая атмосфера семейная, радушная, и вот как небольшой театр, мини-представление, только в субботний день это всегда очень комфортно, прийти и получить там для себя какое-то приятное какое-то действие. В общем, мы стали активно приглашать, и на самом деле люди повели за собой людей. То есть мои люди, люди те, которые были у нас едины за вылоновой дегустации. Таким образом, мы дошли до того момента, что у нас, видите, наполняемость там уже 5-7 человек на вылоновой дегустации. И самое важное, что подойти к этому моменту, не просто там творчески, да, а подойти к этому моменту, среди кого разыгрывали? Разыгрывали среди присутствующих, среди гостей розыгрыш-корзины у нас. Самое важное, это система, потому что сейчас у нас не возникает вопроса, в субботу может или не может, мы, в принципе, взаимозаменяемы. Но каждую субботу у нас в офисе проводится в 11 часов вылоновой дегустации. Независимо от времени года, независимо от погоды, лето, это зима, или как, это уже, как знаете, расписание, все люди об этом знают. И просто звоните с вашего. Светлана, в следующую субботу, как обычно, да, как обычно, и люди, сейчас просто покажу, но вот буквально в элонов дегустацию, последнюю, которая была у нас, среди гостей, даже если они не консультанты, да, абсолютно среди всех гостей проводят, то есть все приглашенные гости, конечно, за исключением нас, ведущих, среди всех разыгрываются, консультанты или нет. И вы знаете, когда мы начали проводить, ну, наверное, год, наверное, я думаю, мы их уже, да, я думаю, что год, да, с нового года, вот после нового года в январе будет, наверное, год, как мы начали проводить их. И сейчас покажу вам фотографию специально с последней вылоновой дегустации с прошлой субботы. Покажу вам. Нам не хватает места в офисе. Я говорю это с такой гордостью, потому что нам не хватает места в офисе, мы уже не помещаемся. У нас уже фотографируют нас с коридора, прямо с коридора, хотя у нас достаточно большой офис, да, и вот так каждую субботу. Мы уже сейчас думаем о том, чтобы нам где-то рядом с нашим офисом, на нашем этаже кто-нибудь съехал бы, и нам рядом еще и арендовать еще один офис для того, чтобы проводить отдельную вылонов дегустацию. Потому что суббота у нас вот просто такой аншлаг. Люди идут у нас, вот мы всех кормим. У нас уже, знаете, зашло бы с того, что люди приходят к нам, а потом просто стихи у нас, вот мой консультант, просто уже сочиняет стихи. То есть у людей, ну, на самом деле, такое незабываемое, незагладимое впечатление возле этого мероприятия. И, конечно же, система – это залог успеха. Это система. Еще что как бы хотелось мне сказать о том, что помимо того, что мы для себя подписок много, да, у нас каждую вылонов дегустацию, ну, тем более, что нашему офису присвоен, сейчас я отвечу, что мы плодим в корзину, у нас присвоена категория Live Plus, и поэтому у нас очень хорошо получается, люди охотно оформляют подписки Live Plus. То есть все хотят зарабатывать, все хотят четвертый шаг получать бесплатно, но до баллы. В корзину мы кладем фрукты, то есть коли мы говорим о здоровье, коли мы говорим о полезном питании, то, конечно, и разыгрываем мы фруктовую корзину. То есть там, как всегда, фрукты, яблочко, там, два банана, мандарин, капельсины и так далее. То есть всегда она разная, виноградки мы кладем, мы как бы, мы на самом деле здесь не экономим, потому что то, что мы получаем в итоге, это намного больше того стоит, нежели какие-то там немножко финансовые вложения. Руководство нам, помимо того, что дало задание активно продвигать Wellness, с Wellness у нас все, слава богу, наладилось. Сейчас мы активно продвигаем еще в одном направлении действуем, то есть это сессии по уходу за лицом серии на ВЭЧ. Опять же, опять же, вот знаете, ну залог успеха этой системы. Если раньше мы начинали проводить сессии, да, и одна-две сессии там, может быть, в каталог было, да, сейчас у нас одна-две сессии могут быть в день. Обычно за неделю там 5-6 сессий по уходу за лицом. Причем мы зовем сразу всех, и прям просто приглашаем это. Ну 15-20 минут времени человек может даже просто прийти за заказом, если я нахожусь в офисе, я предлагаю, давайте мы проведем вам мастер по уходу за лицом. Человек соглашается, и знаете, тоже так, ну принципиально мы так работаем, что никто никогда не пытается человеку там навязчиво говорить, ну давайте, вот вам понравилось человеку, да, понравилось, ну давайте быстрее там заказывать, да, абсолютно нет. Моя задача всех людей моей команды, просто, и их консультантов, просто дать попробовать, прикоснуться к этому продукту и почувствовать на себе, потому что в какой-то определенный момент я поняла, что человек, у него заканчивается, да, рано или поздно закончится там кремль, лица, умывалка и так далее, и он все равно однажды, два-три месяца пройдет, но он вспомнит о том, что он был у нас, ему очень понравилось, и он обязательно закажет для себя или порекомендует кому-то еще. Поэтому мы активно сейчас в этом направлении действуем, вот это буквально три последних фотографии с моей прошлой недели, то есть это все как бы достаточно свежие фотографии. Вот, что хотелось сказать еще. Какие еще? Ну, это, конечно, скажем так, ключевые моменты в работе, это помимо того, что хороший продукт, Wellness и Novage, это еще и высокобаловый продукт, поэтому здесь мы, конечно, работаем на перспективу, однозначно. Как работаем еще? Как работает моя команда? У меня, конечно, очень разносторонняя и разношерстная команда. Хочу сказать, что здесь вот на слайдах, да, мы с моим спонсором, с Натальей, летом там хорошая погода, мы с удовольствием одеваем наши салатовые костыночки, идем, берем листовки, то есть активно продвигаем листовки. Что в листовках сейчас отдельно расскажу, быстренько. Значит, гуляем, раздаем листовки, раздаем каталоги, собираем контакты. Если компания, бывает, нам присылает за какие-то там заслуги ретро-каталоги, за что мы несказанно ей благодарны, то раздаем ретро-каталоги. Вот с моими молодыми начинающими консультантами стоим на промо-стойке, тестируем ароматы. Значит, листовки, листовки сейчас раздаем. У меня вот есть категория сейчас консультантов моей, это 12%, 9% молодые мамочки в декрете. Обожаю мамочек в декрете, потому что в свое время я сама была мамочкой в декрете. Поэтому всегда, если ко мне приходит человек на бизнес-стречу там, или просто на подарок, и говорит, что он в декрете, все, я его уже люблю. Значит, девчонки мои ходят с листовками. Смысл и текст листовки такой, что приглашаем к вам в офис, к нам в офис за подарком. Обменяйте эту листовку на подарок. Это, в принципе, достаточно, получается, экономически не дорого, потому что это не потолок, который стоит там какое-то количество денег, а это листовочка. Но люди приходят охотно, заходят, получают подарок, получают с подарок от меня уже каталог, и у нас есть корзина с подарками. Там, конечно, подарочки такие чисто символические, там мыло, крем, наш дрим, да, какие-то там пилочки для ногтей. Но самое важное, что человек может взять тот же кусочек мыла, просто уйти и сказать, что нет, 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 меня не интересует. Но когда он зайдет в ванну, там, через, скажем, несколько времени, он смылит этот кусочек и поймет, что он хочет снова попробовать наш продукт, что-нибудь другое. Обязательно на каждом, на каждом, каждый раз мы проводим мастер-класс по уходу за руками, потому что лицо, как бы не каждый человек даст себя, я что-то с ним делаю на руки, охотно нам люди предлагают, и мы проводим скраб на руки. Это прямо на самом деле работает, потому что 90% людей влюбляются раз и навсегда в наш продукт. Как работаем мы дальше? Конечно, безусловно, не будет никакого роста, если не будет обучения. Постоянные бизнес-семинары. Бизнес-семинары мы проводим и масштабные, да, выездные, и проводим бизнес-семинары в офисе, то есть собираем школы, постоянно проводим бизнес-встречи. Всегда-всегда, потому что, помимо того, что вы, 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 знакомы с продуктом, даже на вы, 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 мы всегда рассказываем о бизнесе. То есть закончилась вы, 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 мы затрагиваем тему денег, о том, что, ребят, ну, продукт хорошо, теперь давайте посчитаем, что вы можете с этого получить, что вы можете поиметь. И, конечно, вот у нас совсем недавно было мероприятие в очень хорошем зале, да, мы проводили школу, такие все стоимы, команды с красными бантиками. Мы вообще, на самом деле, у нас культ команды, такой прям настоящей команды, командной, командной. Мы очень за это, как бы, бились долго, и сейчас мы очень этому рады. Поэтому, конечно, работаем, конечно, проводим бизнес-встречи, несомненно. Сейчас немножко лирики. Вот то, что сейчас фотография, это сейчас подо мной директор Лидия Васильевна Жигалова, выросла старший менеджер пока еще. Мы сейчас, в эту субботу, то есть уже послезавтра, мы едем на выездное мероприятие на турбазу. С всей командой нас там больше 40 человек мы едем. И мы договорились, что в 15-м каталоге, ну, наверное, каталог видели, знаете, вот такие шапки и такие шарфы и митинги были в каталоге. В общем, все мы купили себе, заказали эти шапки. Вот так вот мы их получили в заказе, мы их разбирали, нафотались, насмеялись. И вот сейчас фото, конечно, в субботу однозначно будут очень-очень классные фотографии, потому что мы все-все будем в одном таком стиле. И вы знаете, что еще хочу сказать, да, спонсорам моим спасибо, Наталья Ирина Алексеевна Попова, и, конечно, большое вам спасибо за то, что действительно научили правильно работать, за то, что рассказали о возможностях. Это первый момент. И, конечно, знаете, о моей команде, потому что не было бы такого роста, если бы не моя команда. Ну что, как бы для себя я приняла... Вот еще какой момент хотелось сказать, что я про оффлайн всем вам рассказала, прям немножко вернусь назад, в шпаргалку загляну. Конечно же, несомненно, всем в подспорье и помощь нам методы онлайн. Активно брендируемся, активно везде, во всех социальных сетях, в одноклассниках, в Инстаграм и так далее. С помощью нам и в ВИБЕР, и в ВАЦАП. У меня с каждой своей структуркой отдельный чат, где мы постоянно на связи, где мы постоянно задаем друг другу вопросы, мотивируемся, поздравляем и так далее. Это тоже очень важно, потому что, знаете, какой секрет успеха для себя я еще выяснила, что, конечно, команда – это классно, но команда должна аккумулироваться в опорте, и это должны быть вы. А чтобы вокруг вас аккумулировались люди, нужно, чтобы вы были интересны людям. Если вы будете интересны людям, если с вами будет интересно, здорово и комфортно, то люди обязательно к вам потянутся и будут вокруг вас притягиваться точно такие же, да, точно такие же люди. И вот буквально вчера я 3 часа закончила презентацию, вот это, легла спать, и вот такое пришло, ну, как бы я вообще человек, который очень здорово проецирует на какие-то там вещи, всегда что-то с чем-то сравниваю, да, и вот для себя я четко, однозначно думаю, вот моя команда, и сразу на ум мне пришел мультик, кунг-фу панда. Наверняка все видели. То есть там настолько все разные, там журавль, тигр, да, богомол, они все разные, они все, но каждый по-своему уникален. И те сильные стороны каждого из моих людей в команде нужно аккумулировать и нужно развивать. Если человек в онлайн, золото, значит, мы работаем в этом направлении. Если человек не может работать оффлайн, если у него с компьютером все хорошо, Ходи Бога вам и карты в руки. Поэтому вот сейчас я для себя четко решила, что моя команда с моими вот, с моими консультантами, с моими ключевыми партнерами, это вот тот самый мультик, да, который каждый по-своему уникален, каждый по-своему индивидуален. Всех люблю. Всем большое спасибо. Всем, всем, за то, что меня слушали, я, по-моему, и так уже время немножко лишнее задержала. Еще раз всем спасибо. Я думаю, что на этом сегодня закругляюсь. Всем успехов, роста и будем работать и дальше делиться своими секретами. Может быть, еще что-нибудь интересного для себя и для вас я открою. Всего доброго.